И так свершилось. Всего через 6 лет после выхода последней, по словам Microsoft, десктопной ОС под названием Windows 10, компания выпустила ей замену с ожидаемым порядковым номером. Почему корпорация так поступила? Будут ли работать старые программы и игры? Что будет с Windows 10? Есть ли проблемы с дрейверами? Как работает Windows 11 на не самом мощном железе? И кому стоит ее ставить? Мы больше месяца тестировали последние сборки Windows 11 и готовы ответить на эти и многие другие вопросы. На связи мой компьютер. Поехали! В середине июня, когда в интернет попала первая сборка Windows 11, мы одними из первых в Рунете сделали на нее обзор и рассказали свое мнение. И вот прошло уже больше трех месяцев, компания утверждает, что система готова и некоторые производители уже выпустили лэптопы на ней. Поехали смотреть, так ли это на самом деле. Системные требования новой винды известны уже несколько месяцев, поэтому пробежимся по ним кратко. Требуются, как минимум, некоторые процессоры Intel 7-го поколения и новее, Ryzen и Athlon на Zen Plus и новее, а также топовый Qualcomm Snapdragon, вышедший последние пару лет. В системе должно быть не менее 4 ГБ ОЗУ, накопитель на 64 ГБ, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и хотя бы эмуляция модуля TPM 2.0. Microsoft подготовила специальный инструмент, который называется PC Health Test, скачать который можно по ссылке в описании. Эта программа проверит ПК на соответствие Windows 11 и если по какому-то параметру ваше устройство не подходит, об этом будет подробно написано. Что любопытно, масштабный тест на 30 миллионов устройств показал, что большая часть подходит лишь по объему ОЗУ. Как минимум 4 ГБ памяти есть у 91% ПК. С поддержкой TPM 2.0 все хуже, лишь чуть больше половины пользователей ее включили. А вот с процессорами все плохо, только 44% людей могут похвастаться CPU совместимым с Windows 11. А ведь наличие совместимого процессора самый важный пункт, и Microsoft это дополнительно подчеркивает. Однако под давлением общественности и тестов компания сдалась и сообщила, что через ICO образ поставить Windows 11 сможет любой желающий. При этом мелкомягкие предупреждают, если установщик обнаружит несовместимое оборудование, то заставит принять отказ от ответственности. Также не будут приходить и обновления, то есть система будет работать как есть, и любые проблемы будут на совести пользователя. Глядя на такие зверства с системными требованиями, которые местами в разы выше, чем у десятки, невольно задаешься вопросом, а что будет с последней? Microsoft успокаивает, никто десятку забрасывать не будет, и апдейты, в том числе функциональные, она будет получать еще около 4 лет. Да, многие фишки останутся эксклюзивами для Windows 11, но все еще как минимум обновление безопасности и совместимость с большей частью программы игр Windows 10 сохранит на долгие годы. При просмотре и презентации новой системы у многих возник ожидаемый вопрос, а зачем было выпускать Windows с новой цифрой, если количество изменений в ней тянет лишь на апдейт десятки? Что, поддержка новых процессоров Intel с большими и малыми ядрами требует новой ОС? Да нет, Windows 10 же добавили поддержку Ryzen с парой процессорных кристаллов. Может тогда редизайн? За 6 лет существования Windows 10 компания Microsoft изменила и дизайн приложения, параметры и иконки перерисовала, и все это без изменения порядкового номера системы. К тому же, выпуская Windows 11, корпорация нарушает собственное обещание сделать Windows 10 последней десктопной ОС. Зачем же Microsoft на это пошла? Разумеется, корпорация об этом не расскажет, но некоторые предположения сделать можно. Во-первых, это разделение относительно старых и новых компьютеров. Думаю, мало кто будет спорить, что между 65-нанометровыми Core 2 Duo образца 2006 года и 7-нанометровыми Ryzen 5000 из 2020-го огромнейшая пропасть в технологиях. Это как сравнивать Копейку и Тесла. Да, и то, и то автомобиль, но, думаю, рассказывать про разницу между ними нет никакого смысла. И я не просто так выбрал именно эти процессоры. На них вполне официально работает Windows 10. И как это частенько бывает в программировании, Legacy, то есть поддержка старого железа, обычно тянет на дно новые процессоры, не позволяя полноценно реализовать какие-либо интересные фичи. Поэтому Microsoft и занялась разделением. Более старые процессоры продолжают работать на Windows 10 без каких-либо проблем, а более новые обретут второе дыхание на Windows 11. Почему разделение прошло именно на Core 7-го поколения и Ryzen 2000? Это сложный вопрос, вполне возможно дело в каких-то процессорных инструкциях, которые есть только у этих и более новых CPU, и позволяют реализовать полезные фичи Windows 11. Второе возможное объяснение банально. Пару лет назад Apple отказалась от Mac OS X. Да, спустя почти 20 лет и 15 версий нас встретила Mac OS 11 Big Sur. А теперь компания готовит Mac OS 12 Monterrey. Иными словами, Apple в случае с десктопной операционкой перешла на мобильный счетчик, как в iOS, которая уже долгое время получает одну мажорную версию раз в год. Поэтому есть далеко не нулевой шанс, что Windows 11 может и не стать таким же долгостроем, как и Windows 10. Microsoft может выпустить для нее один-два крупных апдейта и перейти уже на Windows 12, которая также просуществует год-другой и заменится Windows 13. Но, повторюсь, это лишь предположение, и вряд ли главные умы компании откроют обычным пользователям свои долгосрочные планы по Windows. И вот теперь, после такого достаточно объемного вступления, можно наконец перейти к самому главному. Как работает Windows 11 и стоит ли ее устанавливать. В этот раз тестовым устройством был взят далеко не самый мощный ультрабук Xiaomi Mi Notebook Pro первого поколения, а дев-версия новой ОС стояла на ней основной системой на протяжении месяца, причем было выполнено обновление поверх Windows 10. Почему был взят именно ноутбук, а не топовый ПК? Все просто, и так очевидно, что даже плохо оптимизированная система будет летать на мощном ПК. Поэтому было интересно посмотреть, как поведет себя новая Windows 11 на простеньком железе. В четырехъядерном Core i5-8250U с 8 гигабайтами ОЗУ и NVMe SSD от Samsung, а видеокарты были представлены интегрированной UHD Graphics 620 и дискреткой NVIDIA MX150. В общем и целом, производительность такого лэптопа схожа с ПК на базе популярного еще год назад Core i3-9100 вместе с NVIDIA GT 1030. Согласитесь, такой уровень железа сложно назвать высоким, но именно такими ПК не брезгуют даже современные геймеры, если судить по статистике Steam. Запись велась прямо с ноутбука программой OBS, которая несколько нагружает и процессор, и обе видеокарты. Будем считать это моделированием своеобразной рабочей нагрузки. Если вам нужен краткий ответ, даже на таком простом железе 11 работает неплохо, но есть НО. Про них я сейчас расскажу. Первое, что оценят владельцы всех ПК с SSD, это очень быстрая загрузка системы. В случае с Xiaomi до экрана блокировки можно дойти меньше, чем за 5 секунд. Тут Microsoft доказала, что даже на x86 процессорах с Windows 11 можно грузиться так же быстро, как и на MacBook с ARM. На процессоре 4-летней давности это кажется просто фантастикой. Это же касается и общей быстроты работы системы. Даже на бета-версии хорошо ощущается, что Windows 11 реагирует буквально на кончики пальца. Вы только начали делать жест открытия многозадачности, а система уже вам ее показала. Да, временами все еще бывают шероховатости, и новая ОС может на секунду задуматься даже при простом открытии Paint, но скорее всего за несколько апдейтов это поправят. Итак, вот мы разблокировали ноутбук и оказались на рабочем столе. Первое, что бросается в глаза, это переработанная панель задач, меню пуск на которой находится в центре. Да, выглядит это как док из macOS, и лично я не фанат такого подхода, все дело в том, что он мешает работе вслепую. Смотрите сами. Стоит открыть еще пару программ, как закрепленные на панели задач ярлыки сдвигаются влево, чтобы сохранить центрирование, и вам приходится постоянно следить за ними, чтобы открыть нужную программу, а не соседнюю. К счастью, конкретно это нововведение Microsoft нам не навязывает, и вернуть все как было можно буквально в пару кликов через приложение Параметры. Так и сделаем. Заодно добавлю, что теперь панель задач может быть только строго снизу. Расположить ее, например, по левой части экрана не выйдет. Достаточно странное ограничение, но поверьте, далеко не единственное. Окей, давайте посмотрим, как напрягается ноутбук одновременно при запуске браузера, пару мессенджеров, программы для обработки фото и одновременной записи экрана. Рука с мышкой так и тянется к панели задач, чтобы тапнуть по ней правой кнопкой и выбрать диспетчер задач. Но там его нет. Еще одно достаточно странное ограничение, но не пугайтесь. Привыкать Ctrl-Alt-Delete снова не придется. Диспетчер задач можно вызвать, нажав правую кнопку мыши по кнопке пуск. Что касается потребления ресурсов, то большой разницы с десяткой я не заметил. Что по объему свободной ОЗУ, что по нагрузке на процессор в режиме простое. И это скорее хорошо, чем плохо. Новая ОС точно не более требовательна, чем Windows 10. И если на вашем процессоре десятка летала, и он есть в списке поддерживаемых, то скорее всего с новой системой от Microsoft проблем у вас не будет. А вот что очень хорошо заметно, так это ощутимо сниженный вес новой системы. Это заметно даже по ISO-образу, который у Windows 11 легче почти на гигабайт. В установленном виде разница доходит приблизительно до 7-8 гигабайт. Да, на терабайт нам SSD погода это не сделает, но вот пользователи с накопителями в 120 или 240 гигабайт точно будут довольны. Ну и уж раз мы переместились в проводник, то давайте поговорим о нем. Он также сильно обновился и не везде в лучшую сторону. Внешне он выглядит интересно, и новые значки смотрятся вполне органично, однако удивляет планшетность при первом запуске. Видите промежутки между папками? Пальцем нажимать такие удобнее, меньше шанс промазать, но на ПК или ноутбуке это скорее минус, меньше информации помещается на экран. К счастью, вернуть старый компактный вид можно в пару кликов. А вот чего вернуть нельзя, так это старое контекстное меню. Да, новое выглядит достаточно красивым, но уж больно неуклюжим и упрощенным. Сравните наполнение старого и нового контекстного меню, где возможность создать ярлык? Я не понял. Где действия из сторонних программ? Получается, что для создания банального ярлыка, вам приходится сначала открывать новое контекстное меню, потом переходить в старое и только потом создать ярлык. Также хочется отметить, что далеко не все значки без подписей понятны. Да, то что ножницы вырежут файл, догадается, ну скорее всего, каждый. Но что это за значок с прямоугольником, полоской в ней и курсором? Это переименование. Очень интуитивно, правда? Будем надеяться, что в дальнейшем Microsoft одумается и улучшит начатое. Ведь в общем и целом обновленное контекстное меню выглядит неплохо. Еще стоит обратить внимание на значки панели задач. Теперь иконки Wi-Fi, звука и батарейки объединены вместе с мини-плеером. И нажатие на любой из них откроет общее меню, которое что-то напомнит владельцам iOS. Да, это меню максимально похоже на своеобразный центр управления из мобильной OS Apple. И это некоторая проблема. Удобный мобильный интерфейс iOS специально заточен под палец, который в десктопах мало используется. При этом такое урезанное меню дает куда меньше информации, чем раньше. Например, нажатие на батарейку Windows 10 открывало возможность быстро изменить схему электропитания и увидеть приблизительное оставшееся время работы. Теперь же мы можем увидеть лишь точный заряд, а нажатие откроет соответствующий пункт в настройках. Это же относится к центру уведомлений, который объединили с календарем. Опять же, это неплохо выглядит на Android, но на Windows вызывает скорее недоумение. Все это мы уже видели в Windows 10X, которая как раз была заточена под планшеты и сенсорное управление. Зачем Microsoft решила перетянуть эти элементы на десктопы, вопрос остается открытым. Ведь компания отлично знает, как провалилась сенсорная Windows 8. И раз мы уже начали говорить об интерфейсе, то нельзя не затронуть тему скругленных окон. Многие думают, что их получили только системные приложения, а все остальное придется переписывать. К счастью, это не так. Любая текущая программа под Windows 11 будет иметь скругленные окна, если в ее настройках включить системную рамку окна. Например, вот так выглядит мессенджер Telegram, если вы решили использовать собственную рамку окна приложения. Как видите, никаких скругленных углов нет. Но стоит включить системную рамку, как они появляются. И это снова некоторая проблема, теперь уже эстетическая. Да, популярный софт, такой как мессенджеры или браузеры, по умолчанию используют системную рамку. И проблем с этим нет. Но вот, например, тот же фоторедактор Affinity просто вынужден использовать свою рамку. И поэтому вполне возможно, что он никогда не получит скругленных краев. Это же касается и части старого софта, и игр в оконном режиме. Короче говоря, велик шанс, что углы у вас будут в разнобой. Конечно, это не будет мешать работать, но выглядит такая чехарда слегка неряшливо. Более того, в некоторых случаях скругленные углы выглядят просто забавно, потому что сама программа не менялась лет 20. Например, вот так выглядит дисковая утилита. Заливка и цвета прямиком из 95-го, зато углы скруглены. И да, панель управления тоже округлилась. И с учетом того, что в ней перерисованы иконки, избавляться от нее Microsoft не планирует. По крайней мере, в ближайшее время. И на такие реликты прошлого при работе с новой Windows 11 натыкаешься постоянно. Например, взять приложение Параметры. Выглядит оно по-настоящему здорово и организовано куда более удобно, чем в десятке. К тому же, сами меню стали выглядеть красивее. Никакого моря пустого пространства, как Windows 10. Но при этом, например, при настройке звука, оно предлагает перейти в старую панель звук, где до сих пор осталась никому не нужная вкладка связь. Это отлично показывает, что Microsoft все еще не готова полностью отказаться от Legacy. И очень много Windows 11 останется даже не из десятки или седьмой винды, а чуть ли не из Windows 3. Но, тем не менее, хотя бы большую часть настроек уже можно сделать в новом приложении Параметры без перехода куда-либо. Так что, возможно, через несколько лет, уже в Windows 12, мы наконец-то избавимся от артефактов прошлого столетия. Но не будем о грустном и перейдем к еще одному обновлению. Меню пуск. Обжегшись на Windows 8, компания больше не стремится его убрать. Более того, она прислушивается к пользователям и решила избавиться от плиток, которыми на ПК пользовались редко. Зато теперь она решила разделить пуск на две части. Это часто используемые элементы и, собственно, все программы. И, надо сказать, такое разделение имеет смысл. Думаю, у многих была проблема с поиском нужного приложения в пуске из десятки. Теперь вы можете взять и закрепить его на начальном экране. И не одно, а в количестве 18 штук без перемотки. Согласитесь, в этот список влезет большая часть софта, который вы используете постоянно. Так что, такое нововведение для многих может оказаться удобным. А вот раздел ниже, который называется «Рекомендуем», вызывает вопросы. Все дело в том, что там показаны самые часто используемые файлы. Отличная идея, скажете вы. Увы, не для всех. Проблема в том, что система редко проверяет, жив ли еще файл, который она предлагает открыть. Поэтому, если вы пару дней с ним поработали и потом удалили, Windows 11 еще несколько дней может вам его показывать. Конечно, его можно будет удалить вручную, но это такое себе решение. Возможно, в будущем поправят. При этом полностью выключить этот раздел не получится. Отключение соответствующей опции раздел не убирает, а оставляет на его месте не самую красивую заглушку с предложением «Включить эту опцию снова». Потрясающая логика, не правда ли? А вот системный поиск, который теперь закреплен сверху меню пуск, откровенно радует. Он и в Windows 10 был неплох, а в новой ОС и вовсе стал умным и понимать опечатки. Например, даже если вы наберете пиант, он все равно поймет, что вы хотели открыть пайнт. Единственное, что печалит, поиск в интернете все так же гвоздями прибит к Edge, даже если у вас установлен другой браузер по умолчанию. Спасибо, хоть теперь Edge не продвигается в параметрах. Перейдем к предустановленному ПО. Оно, что неудивительно, в массе своей получило оптимизации под Windows 11 и изменения внешнего вида. Например, пайнт теперь выглядит свежей. Да, новых функций в нем минимум, вы когда вообще слои завезете? Но все еще как простейший фоторедактор, он работает отлично. И нужно отметить, что такой долгий запуск есть только на записи. Все-таки она грузит интегрированную графику почти на 50%. Впрочем, даже с такой нагрузкой дальнейшая работа с редактором проблем не вызывает. Больше всего изменений, пожалуй, в магазине Windows. И это неудивительно. Microsoft решила всерьез превратить его в полноценный хаб для установки приложений. И это отличная идея, ведь Windows 10 его не воспринимают так же серьезно, как, например, Google Play или App Store. Теперь же вполне возможно, что такое мнение придется изменить. Во-первых, в магазине появятся Epic Games и магазин от Amazon, который позволит устанавливать софт для Android нативно в Windows 11. Во-вторых, компания не будет брать за размещение программ комиссию. Ну и в-третьих, наконец-то появится нормальный интерфейс. На странице приложения можно быстро узнать его оценку, год выхода, категорию и прочие параметры. Все это очень напоминает App Store с лучшей стороны. Так что есть еще шанс, что магазин станет серьезным местом для установки ПО в Windows 11, а не просто средством обновления встроенных программ, да местом инсталлирования редких игр с Xbox, как это происходит на десятке. Также из встроенных программ хочется отметить терминал, который заменит собой и PowerShell, и командную строку. Во-первых, тут есть вкладки, что максимально удобно, ибо временами приходится вводить команды в четыре руки. Во-вторых, есть возможность исполнять их как в PowerShell, так и в командной строке. В-третьих, поддерживается масса шорткатов. Короче говоря, это уже куда ближе к терминалу на Linux, чем к старой командной строке. Так что противники графического интерфейса будут рады. Окей, с предустановленным ПО разобрались, но как дела обстоят с остальными приложениями и играми? А тут все отлично. Браузеры и мессенджеры, фотошопы и After Effects, и вообще большая часть популярного софта, совместимого с десяткой, на Windows 11 пойдет без проблем. Да, возможно, какое-то узкоспециализированное приложение, написанное пять лет назад студентам на коленке, может не запуститься. Но, скорее всего, это все же будет редкостью. Что касается игр, то ситуация тут аналогичная. Никакого нового API Microsoft новой системе не представила, и все так же Windows 11 работает с DirectX 12 и ниже. Поэтому практически все игры, которые у вас работали на десятке, без проблем заведутся и на новой ОС. Конечно, проверять на ультрабойке Cyberpunk мы не будем, но вот вам немного геймплея третьего Ведьмака. Средние настройки графики, HD разрешение и около 40 FPS без каких-либо артефактов и вылетов. Кстати, еще два месяца назад мы проверили игры на тогда еще бете 11 винды и сравнили ее с десяткой на ноутбуке Honor. Можете найти и глянуть. Ну и под конец некоторые важные моменты работы новой ОС. Во-первых, проблемы с масштабированием все так же не решены, даже в случае со стандартными приложениями. Если выбирать предустановленный масштаб, то придется терпеть размытые иконки. К счастью, установка нужного масштаба вручную все еще помогает. Во-вторых, каких-либо проблем с драйверами я не заметил, даже если брать такие достаточно редкие устройства, как камера от Xiaomi или датчик отпечатков пальцев в пятилетней давности. Если у них есть нормальные драйвера на десятке, то и на одиннадцатый проблем не будет. К тому же, многие критично важные драйверы, например, на видеокарты Nvidia или Intel, уже совместимы с новой ОС официально. В-третьих, в новой системе еще присутствуют некоторые мелкие баги, даже с учетом того, что деф-сборка уже ушла вперед относительно релизной. Например, временами при переключении раскладки через Ctrl-Shift или Windows Plus пробел на секунду открывается языковая панель. Частенько багает и не показывается мини-плеер или центр уведомлений. Все это сложно назвать серьезными косяками, но релизить с ними систему все еще выглядит достаточно странным шагом, особенно если учесть, что в эпоху коронавируса переносы дат выхода проектов стали нормой. Что ж, пришла пора подводить итоги. Каково мое общее мнение о новой системе? Вот так должна была выглядеть и работать Windows 10 на момент выхода 6 лет назад. Стоит ли Windows 11 своего названия? Однозначно нет. Просто посмотрите на списки изменений в некоторых мажорных апдейдах Windows 10. Да там за год могло быть больше нововведений, чем Windows 11. Более того, изначально Microsoft вообще хотела представить новый интерфейс и фичи, как редизайн десятки под названием Sun Valley. В системе до сих пор хватает ушей из предыдущих версий Windows, хотя надо отдать Microsoft должное, корпорация продолжает от них избавляться. Впрочем, сам процесс начался еще в 2012 и Windows 8, так что Microsoft явно не торопится. С другой стороны, если не заходить далеко в систему, то все выглядит свежо и красиво. Обновленный пуск радует глаз, за приложение параметры вообще хочется аплодировать стоя, да и проводник тоже неплох. Да, некоторые мобильные меню удивляют, но будем надеяться, что Microsoft их поправит. Также стоит отметить, что каких-либо критических проблем с производительностью нет. С учетом того, что система по сути является Windows 10.21H2, это можно назвать ожидаемым. Однако мы уже привыкли к тому, что каждая новая ОС работает медленней предыдущей. И удержание того же уровня производительности уже можно назвать плюсом. А с учетом того, что некоторые важные аспекты, такие как выход из сна, стали быстрее, по крайней мере, некоторых программистов Microsoft можно поблагодарить за отличную работу. Это же относится ко времени автономной работы. Оно если изменилось по сравнению с десяткой, то абсолютно незаметно. И ультрабука как хватало на 3-4 часа активной работы с фоторедактором, так и хватает. Такое поведение тоже можно отнести к плюсам. Нередко бывает, что новая ОС, почем зря, напрягает железо и быстро высаживает аккумулятор. И тут такой проблемы нет. Хотя, если вспомнить наш тест десятки одиннадцатой на ноутбуке, одиннадцатая всегда держалась дольше, но то была бета-версия. Ну и под конец, стоит ли ставить Windows 11 на релизе? Основной системой на рабочие или учебные ПК однозначно нет. По крайней мере, на текущий момент на старых процессорах какого-либо прироста производительности не будет. Я не смог заметить его ни в обработке видео, ни в обработке фото, ни в рендеринге. Короче, скорее всего, новые CPU Intel 12-го поколения будут чувствовать себя на Windows 11 лучше, но до их выхода еще как минимум месяц. При этом мелкие недоработки в системе все еще есть, и едва ли вам будет приятно, если они повлияют на рабочий или учебный процесс. Так что пока в виде основной системы лучше использовать более надежную и стабильную Windows 10, особенно если учесть, что некоторые фишки, такие как запуск приложений с Android, пока банально недоступны даже в дев-сборках. С другой стороны, как минимум месяц новая ОС находится на достаточном уровне оптимизации, чтобы использовать ее как вторую систему на рабочем ПК. И в общем и целом, если вы не занимаетесь на устройстве ничем важнее просмотра роликов на YouTube, ее вполне можно поставить как основной, дабы услаждать глаза новым интерфейсом. Собственно, это и объясняет, почему бесплатный апдейт для всех совместимых пользователей десятки до одиннадцатой версии начнется лишь в начале следующего года. Компания явно хочет убрать все шероховатости. Поэтому, начиная с 5 октября, система будет лишь поставляться предустановленной на различные ультрабуки, то есть она уже будет вылизана разработчиками для конкретного железа и будет иметь минимум проблем. Стоит ли ставить Windows 11 в будущем? Вопрос еще более спорный и ответ на него скорее всего да. Как я предполагал в начале видео, Microsoft вполне могла выпустить новую ОС с завышенными требованиями для того, чтобы разделить зерна от плевела. Иными словами, с ее развитием поддерживаемые процессоры и видеокарты вполне могут получать дополнительные оптимизации, и тем самым через год-другой в играх или рабочих приложениях Windows 11 может стать ощутимо быстрее десятки. Более того, к этому времени система лишится детских болезней, и ее вполне можно будет ставить на основной ПК. Но пока что Windows 11 – это просто новая улучшенная сборка Windows 10 с парой спорных фич. Изменится ли это в будущем? Покажет время. Быстро узнавайте все IT-новости в нашем сообществе ВКонтакте, где уже больше миллиона подписчиков. Ссылочка будет в описании. На связи был МК, у микрофона Михаил Крошин. До скорых встреч.